Привет, танкист! Для тебя вещает Барян из клана Рачок, и сегодня мы с тобой затронем такую тему, как одна из целей нашей игры. World of Tanks для игровых приставок Sony и Xbox. Прокачка техники. Уверен, что ты хочешь побыстрее заполучить какую-то из множества топовых машин. Ты сделал свой выбор и целенаправленно идешь к цели, и знаешь, у тебя все получится. В нашей игре World of Tanks все возможно, и не пугайся, если ты только начал свой путь в этой замечательной игре. Навык вырастет по мере того, как ты будешь проводить все больше боев, изучать, как работают те или иные механики игры, как устроены карты, на какое направление поехать на том или ином классе техники и прочее-прочее. Поверь, игра не перестанет тебя удивлять все новыми открытиями. Только и ты старайся искать информацию, ее сейчас предостаточно в открытом доступе. А по мере твоего развития как игрока, ты будешь также прокачивать и свою технику. Это, пожалуй, один из наиболее интересных мотиваторов. На данный момент в игре доступно 47 танков 10 уровня, каждый из которых обладает своими особенностями и своеобразным геймплеем. Ты всегда можешь выбрать танк под свой стиль игры. Это может быть быстрый и крепкий советский ИС-7 дедушка, самый популярный среди начинающих игроков тяжелый танк. Ох, если бы только можно было посчитать, у какого количества игроков нашей игры он стал первой десяткой и навсегда останется в сердце и в памяти. Или же это могут быть сверхтяжелые немецкий Маус и Е100 и японский Тайп 5 Хэви, способные в одиночку продавить направление или же сдержать целую толпу противников, благодаря своему огромному запасу прочности и мифриловой броне. А может быть ты любишь пересвечивать врагов на подъезде к позициям союзников и получаешь удовольствие от осознания своей полезности в качестве глаз команды. Тогда твой выбор безусловно, легкие танки 10 уровня. Благо в нашей игре и они есть на любой вкус. Сверхдальнозоркий американский Шеридан, барабанный француз 13-105, советская невидимка ТСТ ЛТ или китаец с немцем. Есть вероятность того, что тебе зайдет геймплей на самом поддерживающем классе техники в нашей игре – артиллерии. И любители этих машин не обделили разработчики. Практически у каждой нации в арсенале имеется САУ – самоходная артиллерийская установка, которая при грамотной игре способна причинить очень много боли и страданий противнику на любом типе карт. Будь то открытые карты или же городские. Бояться не нужно. Нужно просто совершенствовать свое знание карт и движение танков на них. А вот скажи, мой дорогой зритель, любишь ли ты уничтожать противника за один выстрел? Готов ли ты ждать нужного момента, чтобы выкатиться и одним нажатием кнопки обилетить пассажира из команды врага, выдав ему путевку в ангар? О да, кто же этого не любит? И раз так, то твой выбор – это бабахи. Эти противотанковые монстры с невероятными цифрами в графе «Калибр орудия». Британские сестрички FV4005 и FV215B183, а также их давняя подружка – немецкая Jagdpanzer E100, обладающая помимо колоссальной толщины брони, еще и снарядами с максимальным пробитием среди вообще всех танков в нашей игре – 420 мм. Ни один враг не устоит перед флиртом этой брунгильды. Если же ты уже продвинутый игрок и хочешь карать соперников, то твой выбор – это универсальные бойцы мира танков. Средние танки 10 уровня – от мобильного «Леопард» до твердолобых советских Т-62А и Объект 140. И как вишенка на торте для тебя доступны барабанные монстры – американские и французские тяжелые Т-57 Хэви и АМХ-50Б. И недостижимая мечта для игроков компьютерной версии World of Tanks – немецкая ПТ-САУ 10 уровня Waffenträger AUF E100, способная с одного барабана забрать не один, а целых два танка противника всего за несколько секунд. В общем, выбора качать или не качать топовые танки перед тобой не стоит, дружище. Качать однозначно. Вопрос только в том, какое из огромного разнообразия выберешь именно ты. Надеюсь встретиться с тобой в рандоме уже сегодня и увидеть на что ты способен. Ну а для тебя вещал Барян из клана Рачок. До встречи в новых видео и рандоме. Удачи, пока!